С победителем шоу «Голос страны 10» возник скандал. Множество зрителей шоу «Голос страны 10» не согласны с выбранным победителем. Роман Сосанчин, по мнению некоторых, не достоин суперфинала, ведь его репертуар достаточно скучный и однообразный. Тина Король второй раз привела своего подопечного романа Сосанчина к победе в шоу. В 2015 году в шоу «Голос дети 2» Сосанчин получил больше всего голосов от зрителей и стал победителем. Спустя пять лет история повторилась, и Роман занял первое место в «Голос страны 10», а его наставница Тина Король получила пятую статуэтку тренера-победителя. Однако далеко не все согласны с победой романа. Пользователи сети оставляют десятки комментариев, что вокалист был не самый сильный. «Какая победа! Какие ребята из Казахстана умнички! Как обидно за вас! Голос несправедливое шоу, просто дно!» Пишет поклонница. «Какой же он однообразный и скучный, и весь репертуар не для молодого парня!» Добавил другой. «Видимо, в этом шоу все голоса до одного места. По комментариям видно, сколько людей адекватно смотрят на выступление. Он точно не достоин победы!» Пишут другие. И еще один комментарий. «Для детского голоса он был очень достойным участником, но на взрослом голосе до суперфинала не дотягивает. Голос сильный, но поет однообразно». «Хороший мальчик, но не достоин суперфинала!» Комментирует еще одна зрительница. Напомню, финал вокального шоу «Голос страны 10» заставил не одну сотню человек понервничать. По результатам проекта больше всего голосов зрители отдали за Романа Сосанчина, который несколько лет назад уже был победителем в шоу «Голос дети 2». Подписывайся на канал, ставь лайк и жми колокольчик, чтобы быть в курсе событий известных.